Привет друзья! Актриса боевого кино Келли Энн Ху родилась в Гонолулу 13 февраля 1968 года. В ее жилах смешалась китайская и гавайская английская кровь. Родители Келли развелись, когда ей было 6 лет. С раннего детства девочка увлекалась пением и танцами, а также балетом и проявляла интерес к восточным единоборствам, которым ее обучал брат Глент. Ее двоюродная сестра успешно работала манекенщицей в Японии, и Келли решила пойти по ее стопам. Поэтому она приняла решение поучаствовать в конкурсе красоты и вне всех ожиданий одержала победу. Стоит заметить, что она была первой азиаткой, которая выиграла данный конкурс. Однако по контракту после этой победы Келли на год было запрещено заниматься модельным бизнесом вне рамках конкурса. В детстве ей нередко случалось драться с соседними мальчишками. Старший брат Келли, который позже стал капитаном в армии, был ее первым учителем боевых искусств, под руководством которого она получила коричневый пояс каратэ. Вскоре Келли переехала в Лос-Анджелес, и в 1987 году началась ее актерская карьера. Первоначально она играла различные небольшие роли в телесериалах. Проблемой роста был первым сериалом, в котором появилась Келли. Позже ее можно было увидеть в таких сериалах, как «Ночной супер Мерлаус Плейс» и еще почти в 20 сериалах эпизодично. Ее первым появлением в кино стала роль Евы в нашумевшем фильме «Ужасов пятницы 13-е». Далее последовали роли в таких известных фильмах, как «Дорс» и «Ниндзя-серферы», а также «Харли Дэвидсон» и «Ковбой Мальборо». В 1993 году Келли получает очередной титул «Мисс Гавайи» и выходит в финал конкурса, где попадает в шестерку финалистов, получая награду за фотогеничность. В 1995 году актриса снимается в известном боевике «Нет пути назад». Хотя сама картина особенного успеха не имела, она помогла Келли утвердить за собой новое для нее амплуа героини боевиков. Далее в сериале «Любовь и тайны Самсет Бич» Келли играла одну из главных и ведущих ролей. Вскоре исполняется ее детская мечта, и она получает роль в сериале «Детектив Нэш Бриджес», и девушке представляется возможность использовать в фильме все свои знания каратэ и боевых искусств. Там же она училась ездить на мотоциклах и стрелять из оружия. Несмотря на это она задержалась здесь лишь на один сезон. После футуристического фильма «Звездный десант» о группе космических кадетов, захваченных в межзвездной войне, Келли появилась в другом малобюджетном и малоизвестном фильме, который не имел особого успеха у зрителей. В 1998 году Келли снимается в сериале «Китайский городовой», а затем в нескольких масштабных проектах, среди которых «Царь скорпионов», где она играла роль провидицы Кассандры в паре с другим известным актером Дуэйном Джонсоном. В 2003 году ее пригласили на немаловажную и харизматичную роль «Леди Смертельный удар в Люде Икс 2», хотя у Келли не имелось большого количества диалогов, и ее красота и брутальность была красноречивее всяких слов. В сражении между «Леди Смертельный удар» и «Росомахой», исполненное Келли Ху и Хью Джекманом в конце фильма было номинировано на премию MTV за «Лучшую драку». В 2003 году она снимается в фильме «От колыбели до могилы» в качестве подружки главного злодея, роль которого исполнил Марк Дакаскес. Келли обучалась для этой роли различным единоборствам под руководством режиссера и кореографа Кори Уэнна. В настоящее время Келли Ху продолжает активно играть в кино и на телевидении и является одной из самых успешных азиатских актрис в Америке. Пожелаем ей новых ролей в известных и хороших фильмах. Ставим лайк и подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео.